Биометрический контроль осужденных по отпечаткам пальцев практикуется в системе ГУФСИН Края уже более шести лет. Да и в других регионах России такой подход зарекомендовал себя как отличное средство для предотвращения побегов. Зачем потребовалось внедрять распознавание по чертам лица и почему биометрический контроль стал обязательным для заключенных, расскажем далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внедрены данные системы биометрии во всех учреждениях без исключения и работаем уже сегодня мы с количеством устройств 360 единиц, из них 100 переносных. Переносные устройства используем в запираемых помещениях, в медицинских частях, там где осужденные не могут появляться в общественном месте, скажем так. Основная масса считывателей установлена в столовых. Основная задача системы биометрического контроля – не допустить побегов из мест заключения. Биометрия является дополнительным средством контроля наряду с традиционными утренними, вечерними и ночными проверками, которые проводят сотрудники учреждений. Плюс биометрии в том, что она полностью исключает человеческий фактор и подмену одного человека другим. Но при использовании системы в ГУФСИН столкнулись с тем, что не все осужденные могут проходить биометрический контроль по папиллярным узорам. Например, это невозможно, если отпечатки повреждены или у человека нет пальцев. Решение было найдено в прошлом году. Нашим отделом управления были проведены определенные, скажем так, технические изыскания. Мы внедрили, начиная с ИК-17, где сегодня мы присутствуем, мы внедрили биометрический контроль по, ну так называемый, по биометрии, по геометрии лица. Программа сличает изображения в реальном времени с фотографией, которая у нее находится в базе. Такой расширенный биометрический контроль сейчас используется в девяти учреждениях ГУФСИН края. Сталкивались сотрудники и с другой проблемой. Иногда некоторые осужденные демонстративно отказывались проходить биометрический контроль, чтобы привлечь к себе дополнительное внимание администрации. До нынешнего года такие демарши не влекли за собой никаких санкций, поскольку прохождение биометрического контроля, по сути, было делом добровольным. Однако с 7 января все в корне изменилось. Начиная с этого года мы имеем право в строгом порядке указывать осужденным на проведение отметки по биосмарту на регистрацию их по пальцам и по лицу. Мы имеем право составлять материалы о нарушении установленного порядка отбывания наказания на осужденных, если они будут отказываться от прохождения биометрического контроля. Обязательным биометрический контроль сделал приказ Министерства юстиции номер 295, вносящий изменения в правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. Таким образом, сейчас прохождение биометрического контроля – это не право, а обязанность осужденного. И неисполнение этой обязанности чревато наказанием. Дополнительный контроль лишним не бывает, особенно в местах лишения свободы. Отрадно, что система биометрии со своими задачами успешно справляется к другим темам. Продолжение следует...